ну что ребят и снова всем привет сегодня выскочим с вами на зайчика вот такой свежий след я нашел попробуем сейчас его вытропить куда у нас приведет не знаю специально приехал в болото в степи где поменьше косули все равно все в косуле везде на один зайчик лет 100 следов косулих попробуем сейчас они там все вытоптали я так думаю косули попробуем сейчас его найти достаю свою франки кривую планку чок у меня сейчас был lm вернул lf для более кучной более резкой дальнобойной стрельбы вкрутил но на меня на гуся и на зайчика ну и как всегда первую троечку а последний одни ручка полумагнум тут уже на меня были охотники крутили следы распутывали ну видать на косули охотились может быть они его подняли по-доброму надо было объехать посмотреть ну что будет кто будет ладно идем одеваем перчатки я сегодня один что получится то получится пойдемте посмотрим нашего косого скидка я тут не возьму офигеть ушел блин надо бы было дураку обойти с той стороны а он он пошел хотел же обойти скидку нашел все знаешь что через камыш он меня не пропустит ё-моё ушел ху-ху-ху хорошо чешет его теперь бессмысленно догонять догонять ну ё-моё ну как так такой легкий был бы заяц и тут через камыш я никак не стрелял вот тут он лежал слышу камыш захрустел он на той стороне вышел надо было обойти как чувствовал видите тут еще его следы есть зарядиться но я прям точно распутал где он лежал прям точно распутал я не думаю что это несколько зайцев еще следы он лежка смотрите может еще одна зайцев но это вчерашние его лежка замерзла она ту лежка вот она я прям четко правильно пришел пойдемте посмотрим сейчас ту лежку посмотрим след вот он шел скакал первый раз я просто через камыш тренинг второй раз через камыш наугад понятно что не попал печально пойдемте смотреть где он лежал такое чувство что тут было правда два зайца один сюда пошел направо неужели два зайца было вот свежий гонный след с кровью ребят и все таки я в него попал это два зайца здесь было заяц которого я попал зашел сюда я вот тут не догоню два зайца было одной лежке два зайца бывает же такое я второе я второй раз стрелянул в того дальше который а этого я зацепил видимо смотрите сколько крови какой а ушел туда пойдемте мне уже патронов нет носа посмотреть пускай все успокоится вот они два следа вышли два друг за другом бежали два зайчика 1 вот в этот прогал на расстрелял я посмотрим дальше вот он кусок шерсти видите скорее всего русаки два русака было зайцы крупные тяжело их пробить хоть и стрелял с нерки через камыш вот кусок и недалекое расстояние то видите но не угадал через камыш в два зайчика скачали стрелял получается я в обоих стрелял в обоих вот в этом прогале стрелял вот она кровь и вот она дробь летит вот она дробь вот в этом прогальчике стрельнул на в этого попал где-то зацепил чуть-чуть и дать лапу если бы хорошо попал он бы не убежал во второй поднялся от выстрела а лежали они вот тут да получается тут крови нет вот через камыш я стрелял или так через камыш ну в общем где-то маленько цепанул а вот она вот она ребят чуть-чуть и не угадал смотрите вот я стрелял у этого зайца а поднял ближе к себе он того он захрустел вот я увидел это второй заяц прям через него прошла одни рачка видно что крупные полосы вот она опять же видите а пух дробью сбитый но ему не хватило не хватило зайчику а так по следу точно у него прилетела бы еще неужели они обои в лёжке лежали я такого никогда не видел вот честно вот они обои выскочили как ошалевшие один след второй след неужели два в одной лёжки такого у меня еще не было но тут крови нет тут я четко промазал стрелял просто куда-то наугад видать выше ушло вот четко два следа заходит сюда и это сейчас тут будет две лёжки видите я пока мужу поломился и поднял их вот мои гильзы вот отсюда я стрелял вот отсюда стрелял они поднялись вон там надо все-таки найти мне на будущее чтобы знать вот они с ней следы они там все поистоптали и где-то тут они лежали начало пошел бы в эту сторону не бы туда побежали одному в этом плане очень неудобно ну вот они тут два зайчика лежала вот в этом ределе вот это за за всю историю моей охоты такое у меня впервые два зайчика с одного места круто круто интересно ну что попробую сейчас добрать его но одному это в камышах сделать просто нереально вот отошел от машины пошел просто наугад смотрю скидка ну вы сами все видели сразу болото и скидка кто знал они меня видели еще оттуда как я к ним подхожу это благодаря что хрустнула я услышал он скидка что такое скидка ребят видите след идет 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 вот за и шел туда нету следа все он сделал прыжок один и второй вообще вот он пастя ходил тропа его это называется двойка тут уже и тройка что значит двойка тройка он прошел по одному своему следу 23 раза туда-обратно потом сделал резкий прыжок в сторону резкий прыжок в сторону и еще один прыжок ну и со своего следа как бы сбил чтобы собака лица не учуяла и 10 залег только я не пойму как второй заяц туда пришел скидка вот одна всего она хотя он 2 2 заход нифига себе напишите бывало у кого такое нет вот он второй пришел чтобы два зайца было на одной лежке у меня впервые сейчас перегоню машину посмотрю куда тот забежал кровяной я не возьму его тут честно никак не возьму попробую конечно где-то лежит тут а эти крови набирать конечно надо он час пяти метрах лежит начну подходить он скотчет попробую обойти где-то затаился вот как одному его взять и вот он лежал видите в общем пролазил этих камышах он два раза поднимался в метре от меня в этом родили но я его не вижу и он вышел крутанулся на пятачке три метра и вышел моим следом и пошел обратную сторону где в него стрелял вот он опять идет с кровью скачет хорошо уверенно не знаю сейчас 103 гиль зайдет попробуем там его взять вот смотрите возле машины вот он остановился постоял кровь то черная бежит все почему не падает вот посмотрел на машину вот он с кровью тут вообще кровища у него пошла вот машина действительно у меня такого никогда не было 8 метров вот кровяной след вот машина вот это да ладно никак не могу найти его след вот он шел вот она кровь все таки его народа брал хоть это мне и дорого стоило вот это здесь он выскочил я видел неужели опять промазала блин вон он лежит готов наконец-то ё-моё сколько за тобой можно бегать заяц это капец ах нифига какой здоровый офигеть ух давно я таких не брал а громадный заяц перебил я ему переднюю лапу три часа за ним бегаю три часа ух это на самое что ни на есть есть русак либо тумак на русак это ребята скажите смотрите какие лапище огромные лапище это офигеть конечно я ему запортировала мясо заднюю ляжку видите все ноги переломал у набросать его нельзя было иначе бы сдох вот скорее всего я ему перебил переднюю ляжку поэтому он далеко не уходил фух ну наконец-то этого зайца мы с вами пожарим покажу вам один прекрасный рецепт мясо у зайца темное отличается от кролика вкусовые качества конечно же тоже смотрите как у кролика морда давно я таких не добывал вот такой прекрасный хорошенький смотрите с усишками заяц тут надо что еще два живет еще живет два но это явно не беляк ой тяжелый это просто какой-то огромный заяц о как его взять то получше о просто огромный блин у меня кролики дома такие вот это да просто громадный ладно и заяц вспотел весь и я употел николай николай вот читаешь комментарии удивляясь вот я вот так вот зайцам делаю это я не писью глажу ни в коем случае это я выпускаю остатки с мочевого пузыря там кто говорит железы выдавливаем зайца а чтоб он не так пах потом при готовке писью никто зайцам не гладит поэтому ребят не пишите ерунды это вот все охотники знают ну красавец красавец такой вот хвостик ладно ребят пойдемте разделывать и готовить нашего зайчика ну что ребят вот мы и дома русак у меня замачивается я его замочил он у меня должен часика 4-5 полежать вымочиться потому что попаданий все-таки в него было много поэтому мы с вами приготовим белячка но при сути дела это то же самое геракл поживает прекрасно спрашивали вы все у него хорошо да геракл поздоровайся дай лапу поздоровайся с ребятами пойдемте с вами готовить нашего зайчика рецепт простой вот я уже грудку порубил сейчас руки помоем грудку порубил и поставил вариться что нам понадобится обычная кастрюля вода мясо зайца рубим на кусочки чтобы потом легче нам было снимать мясо и это мясо у нас будет вариться если старый заяц видите дробь вылетает вы спрашиваете как мы избавляемся от дроби да никак вот если она попалась мы ее выкидываем жуем аккуратно но если попалась то попалась рубим сейчас мясо и она у нас варится два с половиной три часа если старый заяц на медленно медленном огне должно томиться ну и вторую часть зайца я просто разрубаю пополам этот самый мясистая часть задняя и тоже забрасываем все в одну кастрюлю постепенно снимаем накипь как накипи станет меньше мы добавляем два листочка лавровых ну и солим по вкусу кому как нравится лучше потом конечно досолить когда будем уже обжаривать доступный рецепт довольно таки простой ничего тут экзотического не нужно все ждем когда наше мясо хорошо отварится и начнет отходить от костей вот наша кровь не вышедшая превращается свертывается в белок так скажем это не грязь это вот все кровь убираем ее ну и когда более менее чистый бульон уже я всегда добавляю луковицу либо пол луковицы которая варится тоже до самого конца и два листика ларового листа вот примерно на одного зайца на сковороду я добавляю две луковицы режу их полукольцами и они тоже будут обжариваться у нас с мясом также я буду добавлять чеснок два-три зубчика в самом конце тоже дает хороший аромат вот сейчас приготовлю две луковички воду можно менять кто хочет если сильно битый заяц то лучше поменять воду два раза ну то есть в одной воде сварить слить и во второй воде уже доваривать я воду не менял бульон и никуда не использую он останется собачки вот она сидит ждет опять чеснока вот таких вот четыре дольки нам хватит его буквально будем за 15 минут до готовности добавлять пока все доходит я добавлю на стол огурчиков домашнего посола а вот и гости пришли господи 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 Дима, ты прям вот мои вкусы... С Новым Годом. Спасибо, спасибо. Вот так вот теперь прячем. Оп. Да, раз и все. И на видное место. Что мы делаем дальше? Перекладываем аккуратненько наше мясо. Вот запах, в принципе, сейчас как от бурсука. Вот мы с вами готовили, по сути дела, тот же рецепт. Тот же рецепт. Перекладываем в сковородочку. Мелкие части все разделим. И обжарим. Вот оно мягенькое стало. Добавляем чуть-чуть подсолнечного масла. Даже можно побольше. Это у нас не бурсучатина жирная. Заяц сок никогда не даст. Вернее, жир не натопится с него ничего. Зайцы, как правило, худые. И все, накрываем крышечкой. И теперь пускай у нас это медленно-медленно все обжаривается. Вот так вот. Мясо приобретает цвет. Ну, вообще, вот честно, ребят, я просто тороплюсь. Мясо, как только начинает от костей отходить, его полностью нужно отделять. И жарить просто одно мясо. Кости убирать. Ну, так как у нас компания большая, кто-то любит и ребрышки там пообладать. Я сам люблю их, поэтому я вместе с костями сейчас все это жарю. Все, сейчас закладываю лук. И чуть позже чеснок. Добавляю специи. Лук, как я говорил, полукольцами. Простецкий вообще рецепт. Рецепт просто любой сможет сделать. Абсолютно любой. И зайчатина, знаете, она получается вот без этого запаха травяного. Который можно убить либо овощами. Овощами. Если вот сейчас взять зайца и просто пожарить сковородки, просто его пожарить свежего, и есть никто не будет. Так же, как и утку дикую. Никто кушать не будет. Это в охотку можно там еще раз поесть. И все. Сейчас перемешиваем это все. И пускай еще под крышкой на медленном огне с луком теперь все это дело тушится у нас. Вот так вот хорошо. Ну и добавляю я чуть-чуть опять же перца горошком. Буквально штучки 4. Чуть-чуть кориандра. Стараюсь вот так вот его прям разломать, чтобы помельче был. Это не обязательно, ребят. Можно добавить просто вот, как я раньше делал, смесь перцев. Просто смесь перцев. Вот таким вот образом. Все, накрываем, ставим. И пускай наш лук перемешивается с мясом. Ну а год мы, ребят, будем провожать сегодня, наверное, вот такой вот бутылочкой. Все будут рюмочки всем доставать? Все будем. Все будем, Руслан. Так, ну и, наверное, осталось тут у нас 7-8 минуток. Добавляю я чесночок. Ну что, подаю основное блюдо. Тебе, Жень, позажаристее. Как говорят гостям, самое лучшее. Давай самое вкусное. Самое мягкое тебе, самое вкусное. Она тебе и на косточке. Спасибо. Так, Дима, тебе ляшечку. Спасибо. И вот такие ребрышки. О, а ты ему больше положил. Да я ей сам побольше. Так, Виктору, который постоянно у меня ассистент на рыбалке, на охоте. Себе я возьму тоже ляшечку ребрышки. Получим ли я? Лучка. Все сибири, наверное, любят лучок. Конечно. Ребята, кому-нибудь лучка еще положить? Давай, давай. О. Ну что, мои дорогие подписчики и гости. Давайте проводим этот год. У нас сегодня всего лишь на все 29 число. Это будет крайнее видео в этом году. Со мной сегодня дневник Женя. Сибирский сибирь, Дмитрий Павлович, канал. Виктор. Довольно крепкого вам сибирского здоровья. Кавказского, как говорит Женя, долголетия. Долголетия. Давайте, смотрите нас, не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее. Всех заступающим. Всем ура. Ну давай, Виктор. Готовки. Экспериментируйте. Давайте, ребят, не прощаемся. Встретимся с вами уже через пару дней в 2022 году. Всем пока.